всем привет продолжаем знакомиться с художниками Эдвин Лонгсен Лонгг английский жанровый художник портретист автор многих картин на исторические и библейские сюжеты родился 12 июля 1829 года в Батте, это графство Сомерсет, в семье парикмахера Джеймса Лонга, происходившего из Келстона получил образование в местной школе профессора Чарльза Виннера, освоив профессию художника приехал в Лондон, учился в Британском музее, впоследствии стал учеником Джеймса Мэтью Ли и сначала писал портреты Чарльза Древела, Лорда Ибы, ну и различных других людей вместе с шотландским художником Джоном Филиппом побывал в Испании, где был очарован живописью Веласкеса и других испанских мастеров, его ранние произведения это Дорога в Веронале, Лазарила и Слепой Нищий, Просительница, Вавилонский рынок, Невест, которая кстати была куплена впоследствии Томасом Холуэем. Я пользуюсь данными википедии. В 1874 году посетил Египет и Сирию, что оказало сильное влияние на тематику его картин. Он окончательно обратился к сценам из восточной жизни и археологии. В 1870 году избран членом Королевской академии, а в 1881 году стал академиком. Был женат на дочери доктора Уильяма Айтона, его сын Морис Лонг погиб в железнодорожной аварии в испанском Бургосе 23 сентября 1891 года. Ее работы пользовались успехом, копировались на гравюрах. Особое признание принесла ему картина «Диана или Христос» 1881 год. В 1883 году он решил выставить несколько произведений в лондонской галерее на Бонн-стрит. Наибольший коммерческий успех имели такие его картины, как «Анна Домини», «Бегство в Египет» и «Зексис» в Кротани. Умер 15 мая 1891 года на 62 году жизни от пневмонии после гриппа в своем доме в Хэмстеде. Похороны на кладбище Вест Хэмстед. Ну вот то немногое, что мне удалось найти в Википедии о английском жанровом художнике-портретисте, авторе многих картин на исторические библейские сюжеты Эдвинг Лонгсен Лонг. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok